Привет, ребята, с вами Даша, вы на канале Дарья Библиарий, в эфире моя любимая рубрика «Прочитанная». Возможно, пора прекращать говорить «любимое» и пора начать говорить «единственное». Ну ладно, я сегодня вам принесла замечательные книги, есть интересные среди них проекты, вот буквально на любой вкус, что называется, каждому по запросу, каждому по потребностям. В этом выпуске в основном книги наших авторов и будет одна переводная книга, но в самом конце я про неё чуточку расскажу. И начать я хочу с книги по мотивации. Книга, которая буквально повествует о том, что если тебе дали подарок, впахивать всё равно придётся. При этом, возможно, даже больше, чем если бы этого подарка у тебя в жизни не было. При этом книга, можно сказать, изобилует вполне знакомыми нам девизами «Будь смелым», «поверь в себя», «нужно работать», «нужно трудиться», «немножечко нужно перешагнуть через свои комплексы» и так далее. В общем, всё то, что мы когда-где-либо уже слышали. Но при этом всё равно под конец книги, или даже не под конец книги, хочется собраться, подобраться и бежать что-то делать. И я сейчас вам говорю про Теянг Кати Лин. Кати Лин — это псевдоним Екатерины Соболь, которая написала аниму, которая написала дарителей и которая написала, кажется, Тономорда. Я у неё читала первую часть анимы, мне понравилось, и мне теперь хочется, естественно, прочитать все остальные книги, но пока времени нет и руки не доходят. И также я читала первую часть Тономора. И что я вам хочу сказать? В Теянге угадывается Соболь просто, ну вот, всем своим вот этим задором. В принципе, она угадывается тем, за что мы её все и любим. Теянг Кати Лин — это, по большому счёту, сеттинг корейской поп-культуры. И здесь нам показывает вот этот шоу-бизнес как бы изнутри. Ну как изнутри? Не детально, не пристально. Это всё равно, что смотреть какие-нибудь молодёжные фильмы, возможно, комедии про футболистов или про чирлидеров. Ну то есть вы понимаете, насколько такие произведения далеки или близки к действительности. Тем не менее, какие-то основные проблемы, конечно же, здесь обговариваются. Это внутренняя конкуренция, это то, как молодые люди впахивают по 12 и больше часов, как они работают на износ. Это про творческое выгорание, это про конфликты внутри команды, это про конфликты внутри индустрии в целом. Здесь так или иначе будет упомянуто про множество ограничений, про какие-то жёсткие условия контрактов. И вот в такой мир, в эту индустрию попадает наш главный герой, причём не без помощи магии, главного героя у нас зовут Ли Син Хён. Наш главный герой, он такой боязливый, осторожный, он привык довольствоваться малым, при этом он добрый и, ну, в принципе, живёт в правильном таком ключе, в правильном векторе. И вот однажды он встречает Кумихо, местного трикстера, и получает от него в дар буквально мечту своей жизни. Что представляет из себя главная мечта? Дело в том, что Хён хочет петь в своей любимой группе, от которой он фанатеет уже много лет, группа называется Те Янг. И, конечно же, Хёну уготована какая-то борьба здесь, на страницах книги, и будьте уверены, у него будет шанс проявить себя, и будьте уверены, он использует этот шанс, и будет пытаться спасти и себя, и общественность в этой борьбе. Для меня Те Янг это не просто молодёжная какая-то история, которую мне интересно прочитать, посмотреть на что-то необычное, потому что, ну, нечасто, согласитесь, у нас пишут про корейские поп-группы. Тем не менее, я, как человек, который некоторое время живёт в Азии, я захотела к этому прикоснуться, и это было классно понимать какие-то местные приколы. Например, очень многие северяне, и я в том числе, удивляются такой, вроде бы, повседневной штуке, как осушитель воздуха. Потому что на севере мы все привыкли воздух увлажнять, без увлажнителя сложно, здесь ситуация обратная. И да, этот агрегат, в тексте об этом будет, может сильно шуметь, это, конечно, удивляет. Мне кажется, я могу сравнить Те Янг действительно с какой-нибудь популярной корейской песней. Она очень яркая, она очень заводная, она красивая. Да, это произведение выполнено не носителем культуры, но мне показалось, что Катя Лин всё-таки разбирается в том, о чём она пишет. Я понимаю, что наибольшее количество оттенков могут уловить те, кто действительно проникает в корейскую культуру, кто с этим связан наиболее плотно, даже живя там в России или где-то в другой точке мира. Но я абсолютно уверена, что лично бы я пропустила все те оттеночки, которые я уловила, живя уже здесь. Так что я вам советую Те Янг как хорошую литературу, весёлую, развлекательную, правильную, развлекательную литературу. Надеюсь, если вы начнёте читать эту книгу, у вас будет столько же добрых эмоций, как и было у меня. Следующая книга. Следующая книга — это первая часть «Дилоги», которая вышла в издательстве Т8, «Рограмм». Это «Инсайт» Евгении Левицке. Я про «Инсайт» слышала ещё задолго до того, как взялась его читать. И также было приятно узнать, что кто-то из моей аудитории тоже положил на него глаз и приметил. Но вот сейчас я вам расскажу, какие у меня от него впечатления, и стоит ли эту книгу считать любопытным примером, стоит ли её себе передвинуть куда-то повыше в списке, но прочитать. В «Инсайте» перед нами предстоит главная героиня Ева. Что мы понимаем про Еву с первых страниц? То, что эта девушка немножечко странненькая. Она уехала от родителей, живёт одна в доме, и у неё такие же странненькие друзья. И в целом, пока вы читаете, наверное, первую четверть книги, картинка похожа на картинку из калейдоскопа. Всё такое очень пёстренькое. Ты понимаешь, что это какой-то определённый узор, но тебе нужно к нему присмотреться. Первый раз меня история купила появлением персонажа с тремя личностями. Ну, согласитесь, такое нечасто встретишь. Три личности – это три брата в одном теле. Причём наша главная героиня Ева влюблена только в одного из них. Такая себе перспектива для романтики, правда? Но Ева, я только что это сказала, и сама по себе странненькая. И изначально может показаться, что она несколько инфантильная. Она так по-детски принципиально и уперта. Не по-глупому, я хочу сказать, а именно вот по-детски, по-наивному. А ещё Ева вроде как болеет, и у неё какая-то странная болезнь, но при этом она принимает некое лекарственное средство, и вроде бы всё в порядке. Но однажды в жизни Евы случится что-то такое, что перевернёт и её жизнь, и жизнь других людей, ну, буквально с ног на голову. Ну, то есть эти ребята, хоть и были максимально необычными, у них всё станет ещё более необычно. И тут мы подходим ко второму разу, когда меня подкупила история. Дело в том, что Ева однажды знакомится в своём же доме с призраком, которого зовут Дарий. Что мне ещё для счастья надо? Ну, правильно. История нашего призрака, история Дария, она, с одной стороны, проста как две копейки. Мы это всё уже где-то видели, где-то читали. Но ты всё равно читаешь и надеешься, что ничего страшного не произойдёт, что, ну, случится что-то такое, что всё-таки, ну, ничего плохого не будет. Хотя вроде бы, ну вот, всё, перед тобой уже призрак, всё случилось. Это практически спойлер. Спойлер в виде такого осторожного, немного печального, прозрачного героя. И мне понравилось здесь, ну, практически в первый раз так мощно, как автор меняет наше восприятие героя. Только что мы видели вполне себе вежливого, воспитанного, образованного призрака. А через какое-то время перед нами нечто злобное, возможно, дико-дико опасное. И ты себя чувствуешь обманутым. И читатель по мере чтения инсайта будет разгадывать загадку Евы, загадку призрака и загадку человека с тремя личностями. И, конечно же, эти герои так или иначе связаны, как именно всё в книге. У инсайта есть официальные иллюстрации. Я вам обязательно оставлю ссылку на авторскую группу, там всё это есть. Хотя я вам и в своей группе уже это показывала. Посмотреть определённо стоит. И это тот случай, когда иллюстрация, на мой вкус, точно попадает в повествование, в характер повествования. И вы знаете, я люблю выкапывать из себя ассоциации, даже если они очень-очень оттеночные. В данном случае, мне показалось, я читаю что-то с бёртоновскими настроениями, в смеси со Стивеном Сомерцем. Это тот, кто снял для нас Мумию несколько частей, тот, кто снял для нас Ван Хельсинга. Вот, мне кажется, что-то такое. Это инсайд. Ну и давайте для ровного счёта третий момент, когда я купилась на историю. Я люблю, когда у героя, у главного героя появляется, ну, своего рода фамильяр или такой животный компаньон. И я люблю Мушу Умулан, я безумно влюблена в нелетучего мыша, вспоминаем Семёнову. Здесь есть свой сгусток милоты и харизмы. Просто ради него только стоит читать инсайд. Уже только ради него стоит читать инсайд, вот так скажу. Так что да, Левицкий помещает в свою книгу нечто милое, нечто обезоруживающее. Что-то, что, конечно же, связано с сюжетом напрямую. И в завершении важная информация. Инсайд, насколько я разобралась, должен был бы быть одной книгой, но у нас, как вы знаете, не печатают толстые тома. И книга, хотя и удобно, в удобном месте поделена на двое, её лучше читать сразу двухтомником. Так что я сейчас буквально чуточку успеваю прочитать то, что начала буквально вчера-позавчера. Это Таня Свон и её двойная жизнь Дианы Фогель. И Марию Гуцол, её книга про ролевиков, о людях, эльфах и волшебных камнях, если не ошибаюсь, правильное название. И я снова возвращаюсь ко второй части инсайда. И я надеюсь, мы уже в мае, получается, где-то в 15-х числах, я выйду вот так к вам в эфир и расскажу, что уже там дальше произошло, какие у меня впечатления в целом от этой истории. Все ссылки на авторскую группу, на книги в электронных библиотеках и в интернет-магазинах или розничных магазинах я обязательно оставляю вам внизу. Так что, ребята, приятного вам знакомства с Евгением Левицким. И если прочитаете, пишите, пожалуйста, мне, как вам эта история. Ну а мы движемся дальше. Мне очень нравится, когда я нахожу какой-то интересный проект раньше, чем это сделали все остальные. Ну, например, с Пятым миром такая история, да? Пусть даже автор пришёл ко мне сам. Так я нашла доказательства Канта и Елены Чаро Яновой. И я считаю, что я один из первопроходцев с её книгой, кто способствует такой популяризации этого произведения. Вот с учётом того, что у меня есть свои собственные амбиции, я вижу, как Лина Славянова работает не только над книгой, и не только над текстом. Под работой я подразумеваю и корректуру, и редактуру. Она ещё работает над своим портретом в социальных сетях. Она работает над тем, что всегда на связи с аудиторией. Она работает в целом над упаковкой проекта. Так, чтобы у читателя, который зашёл к ней, сразу могла сложиться достаточно объёмная, красивая картинка. Так, чтобы всё это выглядело прям с первого взгляда, как потенциально успешный коммерческий проект. И вот тут я сразу оговорюсь, что любая популярная литература — это всегда коммерческий проект. И в этом нет ничего плохого, никакой негативной коннотации. «Зови меня волком» — это такое псевдославянское, околославянское фэнтези. Хотя мне лично, по моим каким-то предубеждениям внутри себя, комфортнее говорить, что это фольклорная фэнтези, фольклорный мир. Начинается всё с того, что наш главный герой, которого, как вы, наверное, догадались, зовут волком, совершает грязное дельце. Он участвует в похищении княжеского ребёнка, который находится во младенчестве. И на самом деле невозможно себя не поймать на мысли, что может и к лучшему, что его украли, этого малыша. Потому что отец ребёнка, князь — это какая-то хрестоматия по абьюзу, по домашнему насилию, это совершенно хрестоматийный ходячий комплекс, махровый комплекс, в общем, кошмар и ужас. Так получается, что несмотря на то, что волк украл младенца, поучаствовал в этой авантюре, он становится вхож на княжеский двор. То есть он там начинает буквально работать. И ты ждёшь, что, видя вот это самодурство, видя это насилие, тиранию, жестокость, у него начнёт проявляться какой-то внутренний кодекс чести, что он начнёт действовать, что он где-то возьмёт и заслонит с собой у слабых. Ты начинаешь ждать буквально просто вот физически ощущать необходимости действия от героя. И уже на первой четверти книги у Славяновой понятно, что она умеет вышибать из читателя эмоций. Она, рисуя эту альтернативную историческую семью, наполненную тиранией, проходится буквально по всем острым вопросам нашего с вами современного общества. Хотя читаем мы, напоминаю, про условную древность. Ну и что уж говорить, в принципе, темы какой-то внутренней независимости, травмирующего опыта будут находиться, будут присутствовать в книге буквально вот до самых последних страниц. Древность. Древность здесь очень хорошо ощущается через этикет, через быт, через какие-то верования героев. И что мне понравилось, что свой мир Славянова старается выписать достоверным, не только наполняя его там приметами времени, но еще и диалектами. Грата будет отличаться от Награя, Награя будет отличаться от Гвенеши. Это, в принципе, очень хорошо и интересно, что мир Славяновой не ограничивается только одним каким-то княжем-довором и соседним лесом. Нет, у нее достаточно широкая география, и есть карта, я постараюсь ее найти, где-то у нее в группе была картиночка этой карты, я вам постараюсь ее обязательно показать. И раз уж мы так удобно коснулись карты, я, пожалуй, вернусь еще раз к нашему главному герою и задам такие риторические в рамках своего отчета вопросы. Зачем понадобилось похищать младенцев? Причем здесь ведьмы? На какие вообще средства, какими ценами люди готовы добиваться своего, своих поставленных целей? И как с этим связан наш главный герой, что он вот так угодил и в личные, и в политические разборки? Для кого эта книга? Если вы тот человек, который с полоборота заводится от несправедливости, то я вам советую перед чтением прикупить литр другой корвалола, потому что на чувстве безысходности и на чувстве, что тебя обманули очередной раз, Славяновы буквально танцуют кан-кан. Ну и в заключении к тому, что я сказала, да, текст сырой, понятно, что нужна редактура и корректура, да, я видела эти опечатки, анахронизмы, воду и так далее, но нет ничего здесь такого, чего бы хороший редактор не починил и не исправил. И я уверена, что после всех этих манипуляций книга ожидаемо поубавит в объеме, и это будет хорошо. При грамотных действиях это действительно может стать классным кейсом, это может стать хорошей, продаваемой историей с достаточно низким порогом похождения и очень широкой покрываемостью аудитории. Ну и давайте честно, это фольклорная фэнтези, это околославянская фэнтези, читатель сейчас такое любит. Предпоследняя книга «Станция лиха» от Нади Савы. Дело в том, что Надю Саву я знаю лично, и для меня эта книга имеет важное значение, потому что это книга друга, и еще потому, что я с первых страниц поняла, что я будто бы смотрю документальное кино про внутренний Надин мир, и мне было всю книгу, несмотря на то, что я читала, ну, мистику, можно сказать, что-то такое хтоническое, что-то такое очень опасное, что бередит в душе у тебя самые-самые затаенные такие страхи, мне все равно было очень тепло, потому что я понимаю, как Надя думает, и это так классно видеть, как ее внутренний мир проявляется вот на этих страничках. На меня с этих страниц смотрели Надины словечки, и мне было приятно от того, что я понимаю, как они возникли, но мы к этому еще вернемся. Главная героиня в сюжете, Яна, засыпает однажды в метро и просыпается не в привычном мире. То, в каком мире Яна просыпается, я такое вижу не впервые, опять же, но только здесь это идеальное смешение. Здесь миф буквально начинает пользоваться нашим миром, изменяя его под себя. Не знаю, как вам лучше и емко сказать без спойлеров. Здесь мифологическое древнее чувствуется и осязается через текст, и во многом это заслуга владения Нади русским языком. Дело в том, что бестиарий книги, он такой 50 на 50, он на 50% узнаваем, потому что он вырастает из нашего с вами фольклора, и все мы, например, знаем, кто такие домовые, кто такие кикимры. Но также Надя сюда очень удачно надстраивает свой собственный, выписанный по своему чутью миф. И это в книге, наверное, самое главное, от чего я получила колоссальное удовольствие. У нас с вами в повседневном обиходе есть слова, на которые мы уже практически не обращаем внимания. Но именно здесь они как будто бы обретают магию и проявляют вообще весь свой, ну, наверное, забытый потенциал или зановообретенный потенциал. Я не знаю, можно ли станцию лихо назвать каким-то мифологическим ритейлингом. Мне кажется, можно, потому что Надя очень ловко перерабатывает вполне узнаваемые формулы. Например, формулу вечного древа. Ну, кто с ней не знаком? Мы и во Властелине колец это видели, и в скандинавской мифологии, и в массе других произведений, и у массы других народов мы это дерево видели. И все равно, когда читаешь что-то новенькое в этом ключе, отмечаешь про себя, нравится оно тебе или не нравится, и здесь это определенно удачный, гениальный пример. Я прямо, ну, в восхищении. Я вообще практически никогда не говорю посмотреть, какое оформление у книги, какого цвета странички, но здесь я не имею права не сказать. Ну, посмотрите, как оформлена книга, она еще и софт-тач, и я безумно рада, что я ее с собой уволокла через полмира. Потому что, да, это, конечно же, привет от друга, да, это, конечно же, привет из дома, но также это отдельная радость меня, как коллекционера книг, как эстета. Здесь сверху на обложке написано, что это победитель литературного конкурса НДК. Я пока читала, понимала, что призовое место, ну, абсолютно заслужено, и Станция Лиха — это не только хороший пример фэнтезийной истории, но и хороший пример лингвистической работы, филологической работы. Спокойно можете меня обвинять в предвзятости. Да, я абсолютно предвзята, и я в абсолютной любви к этой книге и к Наде. Последняя книга, переводная книга, это Эль Кеннеди и ее сделка. То ли раньше я была непрошибаемой, то ли была просто наивной, не знаю, то ли сейчас возраст берет свое. Но дело в том, что раньше у меня был ресурс и сила погружаться в тяжелые истории, и я совершенно легко могла расщелкать Сорокина. Я даже гордилась, смотрите, как я легко читаю ремарка. А сейчас ты пообщался с парой человек в день, прошелся по новостям, и все, ты выжат как лимон. При этом бывает так, что меня опустошают совершенно приятные дни. Вот настолько я, видимо, уже эмоционально неустойчива. И ремарк после такого? Извините, нет. А вот Эль Кеннеди, да, и я себя очень ругаю на самом деле за то, что позволяло раньше себе как-то снисходительно смотреть на современный любовный роман. Вот где спрашивается этот мой непрошибаемый хваленый цинизм? Где я сейчас, а? И на самом деле вы меня сейчас не переубедите, потому что я очень-очень уверена в том, что благодаря современному любовному роману многие люди не поехали кукухой окончательно, потому что многих держит на плаву вот эта эмоциональная разрядка, которую дают пресловутые, блин, и селерки. Так что да, сделка Эль Кеннеди. Главная героиня пережила в прошлом травмирующий опыт. Это очень печальная история на самом деле. Но вот она перешагивает через эту трагедию, перешагивает этот стрёмный опыт, и она внутренне и разумом, и сердцем вроде как готова открыться молодому человеку, который ей нравится, она готова привлечь его внимание. И понравился ей ни много ни мало звезда футбольной команды. Но так получается, что сблизиться со своим романтическим интересом она может только при помощи звезды хоккейной команды, став у него репетитором. Я не хочу даже лишнее время тратить на обсуждение сюжета, но потому что, ну что там обсуждать? Ну и так всё понятно. Нужно только читать. Это категория книг из хорошего литературного такого фастфуда. И я, Эль Кеннеди, читала не только эту книгу, когда-нибудь ещё расскажу вам про две другие, которые у неё прочитала. Там то же самое. Вроде у нас есть проблема, вроде у нас есть какие-то напряжённые моменты. Это не стоит обесценивать ни в коем случае, но ты уже заранее знаешь, что всё будет хорошо. И это, ну, наверное, греет. Это как раз-таки и спасает. И я сейчас в том жизненном периоде, когда готова признать, что современный любовный роман это душеспасительная проза. Конечно же, я подразумеваю те книги, которые написаны при помощи адекватных средств выражения и хорошего, пусть и лёгкого слога. Так что я здесь немножечко так разворачиваюсь во времени, грожу себе прошлой пальчиком за такие предвзятости. И да, я готова советовать Эль Кеннеди, тем, кому она действительно нужна, тем, кто любит такое. Это история на два вечера или на вечерок и обеденный перерыв. Ну что, ребят, у меня начинает мигать батарейка, как всегда. Я вроде успела уложиться и сказать всё, что хотела. Напоминаю ещё раз, что оставила все ссылки по книгам, про которые говорила здесь у себя в инфобоксе. Буду закругляться. С вами была Даша. Всем хороших книг, приятного чтения. Пока-пока. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Ехал грека через реку, бей, грека в реке, рак, сумму, грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Цап. Продолжение следует...